МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помощь военным по пропускам. Почему в Генштабе хотят ввести аккредитацию для волонтеров? Токсичный лечь. В Харькове мужчина умер от ботулизма. Почему сыворотки не оказалось в городе? Киев снова ушел под водом. Повалены сотни деревьев, испорчены десятки автомобилей. Брусчатку и асфальт по всей столице в прямом смысле смыло стихией. Крещатик превратился в полноводную реку с подводным течением. Руслан Смещук продолжит. Гроза с сотнями молний, ливнем, стеной, градом и громом ударила по Киеву около трех ночи. Столица во власти стихии находилась минут 20-30. Но и этого, что называется, хватило. Ветер и дождь вырывали с корнем деревья и валили столбы. Больше всего пострадала центральная часть города. Там мгновенно забились ливневки. В результате на Крещатике затопило подземку. Досталось и автомобилям на улице Гоголевской. Из-за сильнейшего потока воды машины оказались на металлическом заборе. Один дядька поплыл свою машину спасать. Словка тяжелая, потому что таких мест подтоплений, которые мы сейчас наблюдаем в Киеве, несколько десятков, и они образовались моментально. Слой воды причем по полметра, по метру. Некоторые автомобили были затоплены полностью, получили гидроудар, не могут продолжать движение. Десятки автомобилистов уже на своей шкуре ощутили, что потребуется капитально чинить автомобиль. Больше ста поваленных деревьев, сорванный асфальт и брусчатка. Улицы покрыли тонны принесенной водой грязи. На ликвидацию бросили десятки машин и сотни людей. Очень много грязи убрали на тротуарах, под бордюром. Очень много было. Ливни и стоки все забиты были. Все поснимали тоже. Ну так. С восьми часов пока работаем без обеда. В основном сильно много на Крещатике, на Майдане. Там очень много грязи, 15-20 сантиметров. Нам было столько, что очень много. В мэрии заявили, что гроза налетела неожиданно. Но несмотря на значительный ущерб, коммунальщики справились. Было повалено 200 деревьев, 8 столбов линий электропередач. И произошло обрушение баннера на центральном гастрономе. Пострадавших нет, но есть раздавленные машины, бетонный столб. На бульваре Верховного Совета упал на машину, напополам ее разрубили. А вот по словам ученых, к киевлянам подобным потопам лучше привыкать. В последние годы грозы становятся аномально мощными. За один раз осадков выпадает в 3-4 раза больше нормы. Змены климата отбываются. Отбывается подвищение температуры. Через это отбывается увеличение выпарования. И в атмосфере больше влоги. Единственный выход строительства эффективной системы ливневок и водоотвода. Руслан Смещук, Лариса Зубенко, Валентин Белич и Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Не поделили дорогу. В столице водитель автобуса и мотоциклист не могли определить, кто кому должен уступить. Сначала каждый пытался доказать свою правоту словесно. Потом в ход пошли кулаки. А через несколько секунд мотоциклист открыл стрельбу по автобусу. Водитель получил ранение. Его госпитализировали. Стрелка задержали. В столичной полиции открыли уголовное дело. Все произошло мгновенно, рассказывает Виктория Тихонова. Шла по улице на минутку, остановилась, чтобы поговорить по телефону. И вдруг почувствовала резкую боль в плече. Что ее ранили, поняла не сразу. Девушка вызвала коллег, которые доставили ее в больницу. Причи говорят, раненой повезло. Пуля пришла в нескольких миллиметрах от артерии. Чтобы куля потрапила в плечевую артерию, могла быть загроза жизни. Когда все произошло, на улице никого не было, говорит пострадавший. Но она обратила внимание, что в многоэтажке напротив открыт балкон. Я так зрозумела, что это балкон, потому что я сразу подавилась по сторонам. Людей поблизу не было никого. Именно в этом доме правоохранители и задержали Стрелка. Им оказался рабочий, который делал ремонт в квартире. Почему стрелял в полицейскую? Подозреваемый объяснил коротко. Оружие по предварительным данным пневматическое ружье у подозреваемого изъяли и отправили на экспертизу. Жан Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер Тернополь. Президент Петр Порошенко поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государства обсудили мирное урегулирование ситуации на Донбассе, а также энергетическую угрозу в виде Северного потока-2. Также стороны скоординировали позиции накануне встречи Меркель и Путина. Но главной темой разговора было освобождение украинских заложников в РФ. Для этого Порошенко готов помиловать 11 российских преступников, осужденных в Украине. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявила представитель президента в трехсторонней контактной группе Ирина Герасченко. На Донбассе сегодня немного спокойнее. Боевики открывали огонь шесть раз возле Крымского и Красногоровки. В районе Луганского стреляли из запрещенных калибров. Страдают и мирные жители. Из-за постоянных провокаций может закрыться КП «Майорская». Там побывала наш военкор Ирина Баглай. Пункт пропуска «Майорская», где тысячи людей ежедневно пересекают линию разграничений на автомобилях и пешком на грани закрытия. Боевики за последнюю неделю несколько раз обстреливали этот участок средь бела дня. Причем огонь ведут прямо с блокпоста, откуда выезжают на подконтрольную Украине территорию мирные люди. И фактически километр дороги они находятся на линии огня. Из-за обстрелов временно пункт пропуска приходилось уже закрывать. Неделю назад боевики обстреляли прицель на дорогу, по которой шли люди. Попали в блиндаж и в бронированный армейский кугуар, который прикрыл гражданские авто. Останний случай удивил, что только в миле действия водителя прикордонного наряда врятовали нас от раненых и загрязнений. А броня кугуара закрыли до того, что автомобили цивильных граждан. Закрытие данного дорожного коридора с меркой безопасности ускладает и без того тяжкое положение людей, которые вимушены регулярно перетинать линию зеткненья. Если обстрелы не прекратятся, в командовании объединенных сил настроены на кардинальные меры. Для безопасности людей готовы закрыть КПВВ. А пока остается один способ подавлять огонь противника. Объединенные силы соответствуют из всех калибров наявных сил и засобов. Ворог должен четко знать, что ни одного его пострела не остается безкарным. И хотя за три месяца, с тех пор, как на Востоке введена операция объединенных сил, количество обстрелов снизилось почти вдвое, в последние недели российские оккупационные силы все чаще ведут огонь из тяжелых калибров. Под прицелом боевиков населенные пункты, которые объединенным силам удалось вывести из серой зоны и взять под свой контроль. А это 15 квадратных километров украинской земли. Мы не допустили подальше гибридной экспансии ворога. Мы не сдали ни одного калоптика украинской земли. И поступово рухаемся вперед. Мета объединенных сил, как наймога далі, відсунуть наши позиции від населенных пунктів. Чим убезпечити мирное населення. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер. Хочешь помочь армии? Получи разрешение. Вооруженные силы намерены ввести аккредитацию для волонтеров, которые помогают бойцам. Со стороны благотворительных организаций последовала бурная реакция. Одни поддерживают такие новшества, другие категорически против. Почему разбирался Игорь Левенок? Их осталось не так уже много. А волонтеров, которые привозят необходимые вещи на передовую. Юрий Москаленко помогает солдатам с 2014-го. Говорит, с каждым годом войны собирать средства на армию все труднее. А тут еще новые правила от Министерства обороны. Военные хотят ввести аккредитацию для желающих поддержать вооруженные силы. Инициативу военных часть волонтеров восприняла в штыки. Дескать, это создаст дополнительные преграды. Некоторые побаиваются, что их личные данные попадут не в те руки. А кто-то утверждает, таким образом хотят запретить неугодным для власти волонтерам посещать передовую. Но даже среди волонтеров мнения разнятся. Волонтерское движение необходимо урегулировать. Хотя бы для того, чтобы уберечься от мошенников и навести порядок на передовой. Присутность цивильных людей на передовой, там, где беспосередно делают снаряды и идет стрельба, должна быть задокументирована. Но все это может быть только с угодением контрразвитки, только с угодением штабов, только с угодением командиров на местах. Иначе будет неможливо. Правила разработали в Управлении военно-гражданского сотрудничества ВСУ. Целей несколько. Главное – волонтерам обеспечить социальные гарантии, а солдатам в окопах – безопасность. Слишком болтливых помощников, которые будут распространять вредоносную информацию, лишат аккредитации. Висвятление позиций ВСУ, которые могут привести к уничтожению этих позиций, это не обрунтованная, то есть дискредитация ВСУ, которая выстроена на обрунтованных или не существующих фактах. И это деятельность, которая может спровоковать соответствующие меры с боку противника, то есть открытие в огне против военно-гражданского сил и против волонтера. То есть эти три основные направления, за которые будет аккредитация забираться волонтера. Новые правила начнут действовать с сентября. Военные обещают до этого, обсудят нововведения с волонтерами. Игорь Левинок, Сергей Ведмить, подробности – телеканал «Интер». Скандальный вердикт в Черкассах убийца получил пять лет условно. Судьи изменили первоначальную статью на более мягкую. О подробностях этого громкого дела расскажет Станислав Кухарчук. На этих кадрах Сергей Бондаренко из ночного клуба пинками выводит призер соревнований по боям без правил Илья Новиков. И уже на улице наносит смертельные удары. Через год суд первой инстанции приговаривает Новикова к восьми годам лишения свободы. По статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть». Еще спустя год заседание по апелляции. Адвокат убийцы требует переквалифицировать статью на более мягкую. А прокурор – максимальный срок. Почти за два года судебных разбирательств Новиков не провел под стражей ни дня. Все это время он весьма условно находился под домашним арестом. На этом видео сын бизнесмена спокойно отдыхает в одном из черкасских кафе. На апелляционном заседании Новиков настаивает. Условий домашнего ареста не нарушал и даже проходил лечение. Дальше буквально выдавливает из себя раскаяние. От сердца я хочу быть полезным потерпевшим до конца их жизни. Я готов помогать в том, что они захотят. Хотел бы, чтобы мне дали больше свободы, возможностей. После этого судья оглашает договор между Новиковым и родственниками погибшего Сергея, согласно которому родные претензии к нему больше не имеют. И приговаривает Новикова к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком – три года. Гособвинитель в недоумении. Как судьи могли переквалифицировать изначальную статью на убийство по неосторожности? Мы переконувались и в апелляционном суде, и в суде первой инстанции. Это было безусловно видео, как происходили события, умысл их причинения. Юрист Александр Галкин уверяет, что договор родителей погибшего и его убийцы не мог повлиять на смягчение приговора, а тем более на переквалификацию статьи. Люди уже нет, но разница в санкции, в ответственности за это правопорушение. А это уже складова для коррупции. Прокуратура намерена обжаловать решение в Верховном суде. Правда, следователи боятся, что пока дело дойдет до касации, подсудимый может сбежать из страны. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. Битва за 8 гривен. Сегодня в столице состоялось первое заседание суда по отмене новых тарифов на проезд. В окружном админсуде Киева местные жители при поддержке нардепа Сергея Каплина оспаривают решение властей о повышении платы за проезд во всем коммунальном транспорте. По мнению инициаторов иска, тариф в 8 гривен завышенный. Номенальные доходы киян впали приблизительно на 25%. Купивельная здатность пенсии, стипендии, заработные платные. Доходы государственного бюджета в стране взросли на 16,5-17%. Доходы местного бюджета города Киева взросли почти на третину, на 30%. Киевцы не имеют возможности дальше использовать городский транспорт за тарифами, которые предназначены новыми тарифами. Это означает, что мы были вымушены добиваться в суде о скаржении от предыдущих действий. Смерть от батулизма в Харькове муж и жена отравили с вяленой рыбой. Оба попали в больницу в очень тяжелом состоянии. Мужчину спасти не удалось. Медики ввели антитоксин, но слишком поздно. Препарат везли из Киева, где по распоряжению Минздрава он находится на хранении. Продолжит Светлана Шакера. В Харьковскую инфекционную больницу семья попала в понедельник в тяжелом состоянии. Накануне ели вяленую рыбу. У них были клинические проявления именно батулизма. Чаще всего это начинается с того, что изменяется зрение, или туман, или сетка перед глазами, или двоение. У них обоих это было. Температуры при этом нет. В более тяжелом состоянии был мужчина. За его жизнь медики боролись двое суток, но спасти так и не смогли. Они получили терапию антитоксином, специфичным, протибатуленичным, патогенетическую терапию, дыхательную поддержку. Но, на жаль, человек, который, вероятно, получил большую дозу токсина, больше съел тараньки, он, на жаль, вчера пошел в жизнь. Женщина четвертый день в реанимации. Ей лучше, но прогнозов врачи не дают. И женщине, и мужчине ввели антитоксин. Но сделали это только через 8 часов, потому что на всю страну этого препарата закупили только 12 доз. И все хранятся в Киеве. А почему в Харкове не было этого антитоксина? Это вопрос не для Харкова. Его нет в Харкове. Он есть только в Киеве. Почему так? На жаль, это вопрос для руководства медицинной вообще. Вяленую рыбу семья купила вот в этом магазине в селе Ковяги. Хозяин, говорит, леща приобрел в Харкове на оптовой базе. Товар там берет вот уже 5 лет, и проблем никогда не было. Репутация магазина хорошая. Это так получилось. Рыба взята в Харкове. Чек сохранен, все сохранено. Так, по-человечески, уже 3 дня не сплю. Тяжело очень. Пришли в магазин с проверкой и сотрудники Госпродпотребслужбы. Оказалось, нарушение с поставкой товара есть. Документы были, декларация выработника, но на сегодняшний день, в соответствии с законодательством, продукция должна подходить за товарно-транспортную, накладную. Ее не было. В полиции начали уголовное производство. Владелец магазина за неоформленные документы заплатит штраф. А в Госпродпотребслужбе продолжают искать базу и производителя, которые поставляли некачественную рыбу. Светлана Шекера, подробности, телеканал Интерхарьков. Перерабатывать, а не утопать в мусоре. Что делать с отходами? Сегодня решали в правительстве. В правительстве до 2030 года планируют перерабатывать 2 трети упаковок и твердых бытовых отходов. Сейчас в Украине только 3% такого мусора утилизируют, в то время как в Европе почти половину. В Кабмине предлагают создать специальные координационные центры и определить объемы мусора и места, где будут полигоны и мусоросжигательные заводы. Кроме того, парламент должен принять базовый закон по управлению отходами. Поэтому переход от сохранения до переработки, до дополнительного спаливания и возможности завучения технологий – это один из направлений, с которыми мы должны работать с региональной ВАДой. Створение интегрованной системы дает возможность следовать в онлайн-режиме выполнение абсолютно всех операций с отходами. Экокатастрофа в реку Самара Днепропетровской области сливают канализационные стоки. Очистные сооружения не справляются, купаться в реке запрещено. Можно ли спасти водную артерию, расскажут наши корреспонденты. В этом году открывать зону отдыха здесь не разрешили. Показатели ужасают. Только по бактериям кишечной палочки норма превышена в 20 раз. Есть причины к этому, естественно. Очистные наши сооружения города уже устаревшие, перегружены. На станцию очистных сооружений в Новомосковске за день поступает около 6 тысяч тонн канализационных стоков, хотя ее мощность вдвое меньше. Станция больше 30 лет здесь все устарело. Обеспечить необходимую очистку воды она не в состоянии, говорит народный депутат Сергей Рудок. Он взял пробы для лабораторного исследования. Мы сейчас с вами увидим, что после всей очистки попадает в местную речку Самара. Моё завдание, как действующая политика, переконать уряд повернуть назад приоритет финансирования государственных программ, экологические заходы не только государственного значения, не только государственной формы властности, а и коммунальной. Потому что 90% властников очистных споруд и водоканалов – это местные громады. На очистку водоемов государство выделяет всего по 200 тысяч гривен в год. За эти деньги невозможно провести в порядок ни одну реку, утверждает нардеп. Особенно, если в водоем попадают нечистоты с мусорного полигона, как в селе Кулебовка. Весной вода была аж черная. Реально черная. Ее пить эту воду невозможно. Ее пользоваться этой водой просто невозможно. Мусорный полигон находится всего в нескольких метрах от жилых домов. В жару местные задыхаются от воня и дыма. Мусор тлеет. Насыпается 2,5 метра. Повинно от 30 до 50 сантиметров грунта пересыпаться смятой. Такое называется – захоронение. Мы визуально видим. Даже мерять не надо. Тут метров 8. Никакой пересыпки нет. С требованием закрыть полигон люди обращались к чиновникам. Перекрывали дорогу. Но безрезультатно. Сергей Рудок заверил местных жителей, что вскоре сюда приедут ревизоры. По результатам проверки, по мнению нардепа, полигон должны закрыть. Елена Мандарюк, Иван Беленко. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область. Под завалами моста в Генуе могут оставаться еще 10-20 человек, сообщили в прокуратуре города. Известно о 39 погибших. Полтора десятка человек остаются в больницах. Из них двое, напомню, украинцы. Итальянская власть объявила чрезвычайное положение в регионе. Пошатнул мост и политическую ситуацию в стране. Елена Абрамович знает подробности. Пришло время прояснить несколько принципиальных моментов, заявили сегодня в Еврокомиссии. И после пары слов сочувствия в адрес итальянцев перешли к конкретике. Евросоюз не мешает Италии развивать инфраструктуру, а наоборот, помогает. С жалобами на экономность Брюсселя, напомню, после обрушения моста в Генуе, выступил итальянский вице-премьер. За период с 2014 по 2020 годы Италия должна получить 2,5 миллиарда евро из европейских фондов на инвестиции в сетевую инфраструктуру. Такую, как трассы и железная дорога. В 2018 Еврокомиссия также утвердила инвестиционный план для итальянских автодорог, который позволит получить 8,5 миллиарда евро, в том числе и для региона Генуя. Не причастен ЕС еще и потому, что два года назад уже проводилась реконструкция рухнувшего во вторник итальянского моста. Он входит в перечень объектов европейского значения, и его состояние должно было соответствовать европейским нормам, подчеркнули в Брюсселе. Безопасность таких дорог должна гарантироваться, мониториться и при необходимости улучшаться в соответствии с процедурами, утвержденными директивами ЕС. Проведение этих процедур – зона ответственности национальных органов власти. Обрушение моста подорвало и рейтинги правящей партии. Ведь месяц назад министр инфраструктуры предлагал заморозить все крупные проекты строительства дорог. А в самой партии долгое время отрицали опасное состояние конструкции. Время от времени нам рассказывают сказку, что мост Маранди рухнет. Этот мост может стоять еще сто лет, если будет получать обычное техническое обслуживание на стандартное средство. Эту цитату уже убрали с сайта партии «Пять звезд», однако итальянские журналисты подняли ее из архивов. Ситуация становится чрезвестчайной не только в районе Генуя, пишут местные СМИ, но и в политическом поле страны. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Горе депортация. Власти Бохума обязаны за свой счет вернуть в Германию бывшего соратника Усама бен Ладена, которого месяц назад выслали в Тунис. Подробности этой абсурдной истории в материале Татьяны Лугуновой. Не может, а должен вернуться в Германию. Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия обязал мэрию города Бохум вернуть в страну бывшего охранника Усамы бен Ладена. Судьи постановили, его депортация была неправомерной и поставила под вопрос принципы демократии и правового государства. Решение окончательное, обжалованию не подлежит. Бывшего охранника Бен Ладена Сами А депортировали в Тунис в середине июля. На чартерном самолете рейс обошелся в 40 тысяч евро. Решение о высылке приняли власти Бохума. Дескать, у Сами А, который жил в городе более 10 лет, не было статуса беженца, только разрешение на временное пребывание в стране. Зато он числился в списках спецслужб как потенциально опасный исламист. Но когда самолет с ним на борту был в воздухе, земельный суд постановил остановить депортацию, так как в Тунисе ему может угрожать преследование. Сегодня это подтвердил и суд высшей инстанции. Теперь власти Бохума должны направить Сами А разрешение на въезд в страну. Похлопотать о выдаче ему немецкой визы и оплатить перелет в Бохум. Но это в теории, на практике все гораздо сложнее. Власти Туниса не хотят отправлять мужчину обратно. Решение немецкого суда для Туниса не указ, об этом уже не раз заявляли представители Министерства юстиции страны. Там Сами А подозревают в причастности к террористической деятельности и проводят собственное расследование, на время которого у него отобрали паспорт. Так что похоже, эта абсурдная история будет иметь продолжение. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Скандальная книга. На прилавках американских книжных магазинов появились мемуары бывшей помощницы Трампа, которые не на шутку разозлили президента. Один из первых экземпляров новинки купил в Вашингтоне мой коллега Дмитрий Анопченко. Выбита из колеи. Взгляд на Белый дом изнутри. Назвала свою книгу «Темнокожая женщина», которую Трамп увольнял четыре раза. Три понарошку в рамках телевизионного шоу, которое вел когда-то. А последний раз вполне серьезно. Выгнав в декабре прошлого года из Белого дома, где Амароса Ньюман была помощником президента и отвечала за связи с общественностью. Пока работала, чиновница отзывалась о шефе исключительно восторженно. Теперь же со страниц книги называют Трампа не иначе как фанатиком, расистом и женоненавистником. Преза еще до публикации смаковала отрывки из книги, а те, кто не любят Трампа, устремились теперь в магазины, чтобы купить первые экземпляры, пока с полок не размели. Каждый хочет прочесть громкую историю в изложении человека, который видел все своими глазами. Амароса подарила критикам Трампа множество поводов для злословия. Написала, к примеру, президент на ее глазах съел листок бумаги из своей записной книжки. Дает сотрудникам странные прозвища. Афроамериканцев так вообще называл словом, которое в Штатах считается диким оскорблением. И таких громких, но не подтвержденных ничем историй в мемуарах масса. Команда Трампа их опровергает. Сам президент уже назвал свою бывшую советницу жалкой. А в Твиттере написал, она со слезами на глазах просила работу, была порочной и неумной, и в Белом доме ее ненавидели. 335 страниц сенсационных откровений. Провокационное название и не менее провокативная фотография на обложке. Эта книга вряд ли станет бестселлером. Однако поводом для скандала стало уже, ведь если ее внимательно почитать, то становится понятно, что Амароса Ньюман такой себе американский майор Мельниченко. Ведь она записывала на диктофон все, что происходило в кабинетах Белого дома и даже разговоры в святая святых американской администрации. Ситуэйшн Рум. И это вызвало больше шок, чем содержание самой книги. Оказалось, в Белом доме нет металлоискателей и на входе в засекреченные помещения. Сотрудникам там верят на слово, не проверяют их. А Амароса это правило нарушила и неизвестно, что и где записывала и какие пленки теперь всплывут. Но этот удар, несмотря на все репутационные потери, команда Трампа еще переживет. Похоже, звезда Амаросы закатится так же стремительно, как взошла из-за скандала. А вот через месяц удар предстоит куда серьезнее. 11 сентября выйдет еще одна книга. Журналисты, которые освещали вутергейтский скандал и получили за это пулитцеровскую премию, обещают сенсацию покруче вутергейта, после которого президент Никсон ушел когда-то в отставку. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. За какой виски не жалко отдать миллион долларов и как правильно вести лица в 90 лет. Об этом они только далее в нашем обзоре. В Пекине стартовала международная выставка роботов. Свои новинки презентуют более 300 компаний со всего мира. Вот это огромная летучая мышь от немцев, траектория полета, который выводится на экран компьютера, поэтому ее можно корректировать. А этот робот приготовит коктейль всего за минуту. На экспозиции показали и робота копию китайской баскетбольной звезды. В Шотландии выставят на торги бутылку виски за миллион долларов. Речь идет о дно солодовом напитке 60-летней выдержки. На бутылке особая этикетка, созданная итальянским художником Попарта Валери Адами. Виски было разлито в 12 бутылок в 1986 году. На данный момент неизвестно, сколько из них сохранилось. По некоторым данным, одна бутылка была уничтожена в результате землетрясения в Японии в 2011. Еще одну могли откупорить и выпить. 90-летняя японка Кимико Нисимото прославилась благодаря своим необычным снимкам. На ее фотографиях не просто портреты или пейзажи, а целые юмористические сюжеты. То она летает на метле, как ведьма, то связывает своего мужа, якобы взяв его в заложники, то превращается в ангела или зайца. Таким образом, Кимико показывает, что в любом возрасте можно веселиться и жить на полную. Мадонне 60. Поп-королева на сцене почти 40 лет. За это время в мире продано более 300 миллионов ее записей на всех существующих форматах носителей, благодаря чему Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная исполнительница. Кроме песен, Мадонна успела попробовать себя в роли продюсера, режиссера, актрисы и даже детской писательницы. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok